Всем привет! Сегодня я хотела бы показать вам свои обновки одежды с примеркой. Я знаю, что вы любите такие видео и немного забегая наперед скажу, что сегодня будет очень много женственных, летящих, нарядных, красивых, шикарных, качественных, роскошных вещей, но и также практичных и таких базовых даже можно сказать. Ну в общем, давайте не будем затягивать. Приступим! Субтитры сделал DimaTorzok У меня собралось довольно много новых вещей от бренда женской одежды SLIRA. Я уже не впервые у них что-то заказываю. Вы посмотрите, как они выглядят на мне и поймете, почему я посвящаю им отдельное видео. Обязательно напишите, какая из вещей вам понравилась больше всего на мне. И еще у нас в конце будет конкурс для вас. Ну давайте немножко подождем, я потом все расскажу. В этом сезоне у бренда SLIRA появилось просто какое-то невероятное количество разнообразных, красивейших платьев миди. Вы знаете, что это моя тема, поэтому я сразу начала просматривать ассортимент и выбирать те, которые мне обязательно нужны, раз уж появилась такая возможность. И первое платье, которое оказалось в моем заказе, это вот это нежнейшее белое платье миди. Оно настолько красиво сшито и идеально садится по фигуре, мне не к чему придраться. SLIRA никогда не жалеют тканей. Именно поэтому нижняя часть платья настолько красиво струится. Мне нравится, что они выбрали не слишком простую ткань, благодаря чему это платье можно без проблем надеть на работу и даже на какой-то праздник, торжество. Вот это платье представлено в нескольких цветах. Я выбрала для себя белое, но мне прислали еще и темно-синее. Я теперь не могу определиться, какое из них мне нравится больше. Оба платья выполнены абсолютно одинаково. Мне показалось, что вот это темное сшито из чуть более плотной ткани, но это минимальная разница. Они украшены жемчужными пуговками и поясами, которые дополнительно подчеркивают нашу талию. И еще я хотела бы сказать, что это настолько универсальная модель, которую вы сможете носить и с каблуком, и с плоским ходом, и даже с кедами. Следующая модель платьев чем-то напоминает предыдущие, но в моем понимании она чуть более нарядная и больше подойдет на весну, осень или зиму. Так как здесь длинный рукав и летом, возможно, будет жарковато. Здесь тоже такая конкретная подкладка и верхняя, и нижняя части. И вот эта расцветка сначала заставила меня немножко засомневаться. Но так как я сейчас загорелая, мне кажется, что все очень здорово выглядит. И вообще я уже представляю, как я буду осенью ходить в этом платье. И вот именно это платье ассоциируется у меня с какими-то ретро-кино-дивами. Наверное, потому что оно является воплощением женственности. И раньше, много лет тому назад, женщины не настолько сильно стремились быть похожими на мужчин. А вот это платье подчеркивает всю хрупкость и вот длина у него соответствующая. Оно какое-то такое скромное, но этим платьем и так все сказано. Оно не требует каких-то супер ярких аксессуаров и даже каблуков. Поэтому в примерке я решила показать вам, как оно будет смотреться именно с плоским ходом. И вторая такая же модель, но в другой расцветке, из другого материала. И благодаря этому вот эти два платья смотрятся абсолютно по-разному. Платье в цвете фуксии выглядит как-то легче и оно мне кажется еще более нарядным. Мне сразу захотелось надеть его со своими нарядными босоножками. И прям хочется приберечь это платье для какого-то особенного торжества, свадьбы, юбилея, рождества. Никогда бы не подумала, что я буду в таком восторге от платья в цвете фуксии. Но это так. Окей, чтобы вы не подумали, что мы тут навыбирали всего только однотипного. Хотя, должна признаться, что большая часть моего заказа это все-таки платье миди. Но, все же, стилисты выбрали для меня абсолютно не характерную мне вещь. Мне интересно послушать ваше мнение. Как считаете, мое не мое? В общем, это платье, жакет, пиджак. Ну, мне как-то удобнее говорить жакет. Выглядит оно таким образом. И мне кажется, что оно мне немного велико. На сайте оно было надето на девушке модельной внешности, которая гораздо выше меня. И почему-то мне захотелось надеть это платье именно с плоским ходом и с какими-то более стильными очками. Сама по себе вещь сшита очень хорошо. Нигде никакие нитки не торчат. Это вообще не к бренду SL-IRA. У них таких ситуаций не случается. Здесь есть и подкладка. Все, видите, продумано, отшито. И плессировка, и карманы. Все чудесно. Возможно, под низ надо было надеть какую-то рубашку или подобрать другую обувь. Ну, напишите, может, у вас есть какие-то варианты, до которых я не додумалась. Едем дальше. Вот это хит-продаж бренда SL-IRA. Это не просто спортивный костюм. Для меня это комплект casual, который подойдет и в город, и на прогулку с ребенком, и в самолет, в какую-то поездку. Да, вы видели, что я даже в лес умудряюсь надевать светлые вещи. И он прекрасно отстирывался, но до тех пор, пока мой муж не постирал его с чем-то цветным, и он просто полинял. Вот, поэтому я очень-очень рада, что у меня снова появился этот костюм. Он выполнен из плотной ткани, в нем очень-очень комфортно. Единственное, что я коротышка, у меня рост метр шестьдесят два. Я утрирую, есть девушки гораздо ниже меня, и они прям дюймовочки, они коротышки. Я просто над собой люблю пошутить. Так вот, мне придется укоротить штаны, а так, у меня, наверное, размер S. Я, как обычно, все напишу вам в инфобоксе. И мне кажется, что если не учитывать длину брюк, то костюм сидит безупречно. Это не единственный костюм, который я заказала в SLIRA. Второй уже более элегантный, хотя в примерке я показываю вам, как надеваю его с конверсами. Он персиково-розовый. Я до сих пор не определилась, какой это именно цвет. Наверное, больше персиковый. Ну, будем называть его пудровым, чтобы не было споров. Он очень классно подойдет каким-нибудь лодочкам, но это было бы слишком предсказуемо, если бы я его показала в примерке именно так. Он настолько универсальный, что вы сможете надеть его и на работу, и на работу. Даже если вы просто пойдете на прогулку и захватите с собой жакет, он однозначно убережет вас от вечерней прохлады. Мне очень нравится то, что жакет не приталенный. Он, наоборот, такой в меру объемный. И благодаря этому девушка кажется еще более хрупкой. И то, что мне прислали SL Ира, это сейчас топ. У меня уже был такой топ, только в размере побольше. Я подарила его своей подружке Наташа Нафи. Я знаю, что она тоже с удовольствием его носила. И теперь у меня есть такой чуть меньше. Это базовая вещь, которая спасает во многих ситуациях с какими-то нарядными юбками миди, к любому костюму, под жакет, к брюкам, даже к джинсовой юбке. Он такой не слишком бельевой, вот знаете, в меру. И также здесь вот двойной материал, поэтому ничего не будет просвечиваться, если вы надумаетесь носить его без белья. Вот. Белые. И, по-моему, они есть в разных расцветках. Если я ничего не путаю, ну, в общем, я оставлю ссылку на этот, а на сайте вы уже сможете посмотреть, какие еще есть. Просто хэппи ми, когда выбираешь себе одно платье, причем я отдала предпочтение розовому, а тебе присылают целых два, и потом оказывается, что второе еще более выигрышно смотрится с твоим типом внешности. Так вот, платье миди, ну, кто бы сомневался, да? Из струящейся тонкой ткани с длинным рукавом. Мне кажется, что это длина где-то 7 восьмых. Конечно же, плессировка не просвечивается. И надо еще раз говорить о том, что это универсальная модель и в пир, и в мир. Но это действительно так. И когда я нахожу что-то такое, что прослужит мне не один год, и я смогу надевать его просто миллион раз, то я согласна брать такие вещи сразу в нескольких цветах. Вы знаете меня, но в этот раз мне просто повезло. Но, в принципе, это вообще моя стратегия. Если что-то классное, то сразу беру несколько расцветок. Эти платьица также украшены нежными пуговками. К ним идут пояса, которые вы можете надевать или снимать. В зависимости от того, с чем вы планируете носить эти платья. Или, к примеру, у вас какое-то такое игривое настроение, хочется добавить бант, или наоборот, хочется строгости, тогда просто снимаем. И так и так смотрится классно. Хочется добавить, что ширина самой плессировки удачная. И платье сшито таким образом, что у нас нет дополнительного объема в области бедер. Еще заказала вот такой интересный костюм. У него настолько необычная ткань. Она и холодная, и мягкая, и плотная, но и при этом комфортная к телу. И не особо мнется. Я не знаю, как такое возможно, но это факт. Вот этот костюм состоит из двух деталей. Это накидка. К ней идет пояс. Вы без проблем сможете носить ее отдельно. И шортики. И шорты на мне застегиваются, но так вот прям впритык. Я не знаю, S это или XS, но учитывайте это, если вдруг вам понравится что-то такое. И вот этот костюм, он сам по себе очень расслабленный. Я вижу его где-то на побережье или в городе с соломенной сумкой или даже с такой, которую я ношу на пляж. Мне очень нравится, как он смотрится где-то на природе. На гриль куда-то поехала бы в нем, носила бы со стильной соломенной шляпкой. Вариантов есть масса. Если вы не боитесь экспериментировать, то стоит присмотреться. И последняя вещь, которую мне не хочется показывать просто на вешалке, я расскажу, а вы посмотрите примерку. Это платье, которое я видела на Жене Гейн два года тому назад или год. Я точно не помню. И тогда я подумала, о господи, насколько это красиво. Я не знаю, куда я надену его. Возможно, возьму с собой на море. Но мне хотелось бы устроить какую-то роскошную фотосессию в этом платье. Потому что оно просто создано для этого. Я не представляю, сколько ткани было потрачено на создание этого платья. Оно многослойное. Оно так интересно сшито. И даже не спрашивайте меня, как это все гладилось. Я очень старалась. И слушайте, как только надеваешь это платье, сразу как минимум ощущаешь себя какой-то греческой богиней. Или принцессой замка. Это платье можно надевать с сандалями, так как я в примерке. Или наоборот с нарядными босоножками. С какой-то такой массивной бижутерией, если это торжественный выход. Это платье мне чуть-чуть длинновато. Поэтому я даже в примерке осторожно как-то в нем ходила, чтобы его не испортить, не запачкать. Так как я им дорожу. И уверена, что оно пригодится не только мне, но и тем подружкам, которые захотят устроить себе какую-то фотосессию на память. Оно настолько объемное, что вы даже без проблем поместите туда свой беременный животик. Если хотите сделать шикарные фотографии на память, то я вам просто от души советую, если хотите блеснуть на какой-то свадьбе. В этом платье есть интересный разрез. И именно благодаря ему платье смотрится еще легче. Конечно же здесь так много материала, что не стоит рассчитывать на то, что вам не будет жарко. 35 градусную жару. Но оно того стоит. И если уж совсем по-честному, мне так нравятся кадры, которые мы записали в этом платье, что я их обязательно сохраню себе на память. И уже ищу фотографа, чтобы пофотографироваться где-то на фоне замка. Или просто на природе. Ну, платье роскошное, согласитесь. На этом у меня все. Как-то так много вещей было, но я быстро справилась. Я надеюсь, что вам было интересно. И конкурс. Девчонки, как обычно, все очень просто. Выберите вещь на сайте, которая вам понравилась больше всего. Мы рандомно определим победителя. Все дополнительные условия розыгрыша. Я, как обычно, напишу в инфобоксе, если вам понравилась примерка одежды. И вообще, вы были рады повидаться. Не забудьте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok